Можно ли развить бесконечную выносливость и подтягиваться по тысячу раз за подход? Нет. Обычно, когда мы много раз подтягиваемся или отжимаемся, то происходит закисление, и мы не можем выполнять упражнения. И даже такие выносливые спортсмены, как Евгений Лось или Максим Трухановец, Зев Заковели, имеют ограничения в среднем 50-60 чистых подтягиваний без пауз. И в итоге все равно забиваются. А можно ли вообще не забиваться? Но иногда мне показывают фильмы, там какой-то чудак есть из кроссфита, который целый час бомбит одну и ту же мышцу. Он подтягивается на одной руке, на двух руках, потом какие-то делает упражнения со штангой, все на ту же самую мышцу. Целый час. Меня спрашивают, а как же он? Так этого человека у него, он переделал свои мышцы, которые выполняют эту работу, на 100% окислительные мышечные волокна. Ну, у него еще есть природный дар, что он может это сделать. Поэтому он не закисляется, и он делает все, что угодно. Что я имел в виду с Юлианов под генетической предположенностью к тому, чтобы не закисляться? Сегодня мы разберем эту тему. На ютюбе есть видео, где мужик подтягивается 130 раз за подход, но только с паузами. Есть видео, где там делают по 200-300 отжиманий на брусьях, опять же с паузами между повторениями. Вообще есть еще всякие мировые рекорды, там Гиннеса, допустим, 12 часов удержания планки подряд. Вот это уже больше похоже на бесконечную выносливость. Ну и не стоит, конечно, забывать про Давидовича, его пресс 3000 раз и все такое. Пресс 3000 раз. Еще в увеличении выносливости помогает спортивное питание. Креатин является мощным источником энергии. Бета-ланин нейтрализует молочную кислоту, а цитрулин-малат улучшает кровообращение и пампинг ваших мышц. Все это и многое другое можно заказать на Добромельфит. Все добавки изготавливаются только из самых качественных и проверенных ингредиентов. Доставка по всей России. Заказать можно по ссылочке в описании. Для того, чтобы разобраться, можно ли развить бесконечную выносливость, нужно понять, из-за чего происходит отказ. То есть мы прекращаем выполнять упражнения. Начнем с самого минимального. Одна повторка, 5 повторений в отказ. Почему это происходит? Закисления ведь нет в мышцах. Отказ есть. Но он возникает, во-первых, из-за перегрузки ЦНС, потому что идет сильная активация всех мышечных волокон. И мощные затраты энергии, быстрой, то есть АТФ. В итоге мы сделали такую максимальную работу, затратили быстрые источники энергии и утомили высокопорговые мышечные волокна. Дальше мы не можем продолжать. Плюс на таких огромных нагрузках есть именно защитный тумблер. Чтобы не травмироваться, мозг тормозит мышечное сокращение. Дальше классическая такая средняя работа, которую большинство выполняет. Это там 10, 20, 30 и даже 50 повторений в отказ. Чем больше повторений вы выполняете, тем сильнее отказ смещается от причины ЦНС и быстрые источники энергии, как АТФ и креатинфосфат, до именно закисления за счет анаэробного гликолиза. В мышцах идет восстановление энергии за счет окисления гликогена без кислорода. Этот процесс протекает достаточно быстро, поэтому может обеспечить энергией ваши мышцы в такой вот силовой и скоростной работе. Когда мы подтягиваемся без пауз, просто в максимальном темпе. Побочным продуктом анаэробного гликолиза является краски молочной кислоты, которая забивает мышцы. И энергия перестает вырабатываться, перестает проходить нервный сигнал, в итоге отказ. А вот когда мы, допустим, бегаем на длительные какие-то дистанции в легком темпе, ну это всем знакомо, да, закисление не происходит, и мы можем бегать 5 минут, 10, 15. Энергия вырабатывается за счет окисления как раз-таки гликогена, глюкозы из крови и даже жирных кислот в митохондриях. С использованием кислорода в итоге вырабатывается большое количество энергии и нет побочного продукта в виде молочной кислоты, собственно, закисления не происходит. Давайте подытожим вышесказанное разбором таблицы включения путей резинтеза АТФ, ну то есть восстановления энергии. Первым делом сразу же у нас включается путь восстановления за счет креатинфосфата. Ну, за счет креатина, да. Он быстрее всех сразу же активируется, дает очень большое количество энергии, но также быстро затухает. Его хватает секунд на 20, такой интенсивной работы, то есть малоповторка идет за счет креатина. Дальше подключается анаэробный гликолиз. Его хватает на 30 секунд-3, может быть же 5 минут работы, в зависимости от интенсивности нагрузки и скорости выполнения упражнений. Но этот путь приводит к закислению и отказу. Ну и последний путь, который дольше всего включается у нас в восстановление, это аэробный гликолиз. Здесь он называется тканевое дыхание. На этом пути восстановления энергии можно проработать десятки минут, или часы даже, сколько угодно, короче. Собственно, обычная пешая прогулка это тоже аэробный гликолиз. Именно за счет этого процесса и может быть достигнута бесконечная выносливость. Ну и тут есть большие но. Чтобы происходил аэробный гликолиз с кислородом, нужны митохондрии. И они есть только в окислительных мышечных волокнах. Есть два типа волокон, медленные и быстрые. Медленные всегда окислительные, да, в них есть митохондрии, и там происходит аэробный гликолиз. Быстрые же мышечные волокна разделяются на два подтипа, А и Б. А тип это волокна переходные. Они могут быть как гликолитические, так и окислительные. То есть в них могут быть митохондрии, а могут же их и не быть. Б подтип называется быстрый высокопороговый. И они всегда гликолитические. Там не могут развиваться митохондрии. Поэтому они всегда будут закисляться при работе. Это и есть та генетическая предположенность, о которой говорил Силуянов. Чем больше у вас медленных мышечных волокон и быстрых волокон А типа, то есть переходных, тем вы сильнее предположены к выносливости. Если медленные волокна и так окислительные, то быстрые мышечные волокна переходные можно натренировать, чтобы они стали окислительными и очень выносливыми. Собственно, как это сделать, как их тренировать, об этом у меня есть дополнительное видео на бусте, а также есть видео, где я прошел тест на соотношение быстрых и медленных мышечных волокон. Вы можете перейти по ссылочке в описании на мой бусте, поддержать канал и смотреть эксклюзивные выпуски. Исходя из этого, можно сделать вывод, что развить бесконечную выносливость относительно бесконечно можно, если у тебя есть к этому предрасположенность. Давайте рассмотрим таблицу из книги «Основы спортивной физиологии» автор КОЦ по соотношению мышечных волокон у спортсменов и нетренированных мужчин. Спортсмены – плавчихи. Короче, они плавают, и у них работают дельтовидные мышцы постоянно на выносливость. Так вот, у них 68% медленных мышечных волокон и 32% быстрых А-типа, то есть быстрых переходных, которые окислительные, и 0% быстрых B-типа, гликолитических. Нету вообще. А у неутренированных мужчин 52% медленных, 32% А-типа быстрых и 18% B-типа быстрых, да, гликолитических. Вот тут возникает вопрос, это под воздействием тренировок такие изменения, или это просто изначально такое генетическое заданное, и произошел, естественно, так скромотбор, и хороших результатов в этом виде спорта добились только те спортсмены или спортсменки, которые имеют такое соотношение мышечных волокон. Современные научные данные нам говорят о том, что соотношение медленных и быстрых мышечных волокон задано генетически, и также вот эти вот подтипы А и Б заданы генетически. Изменения могут происходить именно в А-подтипе, то есть они могут быть либо гликолитические, либо окислительные, и это поддается тренировке. Почему так, да? Тут возникает именно чисто технический процесс. Медленные мышечные волокна активируются и работают даже при незначительных нагрузках, то есть в жизни они чаще работают, да, часто. Там происходят постоянные глифтические обмены, и поэтому там развиваются минотохондрии. Волокна переходного типа, они тоже включаются в работу почаще, в пределах нагрузки от 40 до 60, даже до 70% от вашего максимума. А вот подтип Б, это высокопороговое мышечное волокно, которое включается исключительно, когда нагрузка превышает 70-80% от вашего максимума. Это происходит редко очень в жизни, да, даже когда вы это направленно тренируете, объем работы можно сделать небольшой в такой силовой нагрузке, и поэтому там нет возможности, то есть там не происходят так активно энергетические процессы, да, там нет необходимости и нет возможности развития именно минотохондрии. Они там нахрен не нужны. Какой еще аэробный гликолиз, когда ты можешь сделать, но только 5 повторений этими мышечными волокнами, и все. То есть они будут работать только в том случае, когда ты можешь в отказ сделать на 5 повторений, да, когда ты можешь больше, они просто не будут работать. Ну и они будут еще включаться в работе на моменте отказа, да, с более маленькой нагрузкой. Когда ты потягиваешься 20 раз в отказ, вот последние там отказные повторения, это как раз таки работа тоже вот этих вот волокон Б-типа. Отсюда же и возникают следующие условия для бесконечной выносливости. Она возможна только за счет анаэробного гликолиза, да, и окислительных мышечных волокон. Это значит, что к этим мышечным волокнам должен доставляться кислород посредством капилляров, да, кровь должна поступать. Но при большой нагрузке мышцы сокращаются, пережимают капилляры, и кислород к этим мышцам не поступает. Это происходит при нагрузке выше 30% от вашего максимума. Допустим, если ты можешь выжать лежа 100 кг, то твои мышцы не будут прижиматься только когда ты будешь работать с 30-кой. И в таком случае даже с постоянной работой, да, даже в статике может происходить аэробный гликолиз. Вот, например, подтягивания 130 раз, да, за подход. Идет постоянная статическая нагрузка на охват, да, на мышцы предплечья, но она незначительная, да, она явно меньше 30% от максимума, и поэтому там капилляры не пережимаются. А если превышает, то должны быть моменты напряжения и расслабления. То есть, собственно, подтягивания с паузами, отжимания с паузами, да. То есть отжался, мышцы напряглись, потом расслабились, да, там стоишь в упоре, включил суставы, да, играючи, расслабляются мышцы, да, восстанавливаются. Тут еще фишка в том, что аэробный гликолиз, он достаточно медленный. А аэробный, наоборот, быстрый. Если ты будешь очень быстро, нон-стоп подтягиваться или отжиматься, то будешь слишком быстро тратить энергию. И аэробных возможностей вашего организма, да, то есть окислительных мышечных волокон, будет недостаточно, чтобы восстановить энергию. Один хрен будет подключаться на аэробный гликолиз, и будет происходить закисление, даже в окислительных мышечных волокнах. То есть, чтобы словить бесконечную выносливость, нужно поймать баланс по скорости затратам энергии и скоростью восстановления энергии за счет аэробного гликолиза. А эта скорость низкая. Поэтому, чем больше у вас будет окислительных мышечных волокон, особенно волокон быстрых, да, переходного типа, тем сильнее этот момент может у вас сдвинуться. То есть, сдвинуться аэробный порог. И даже если вы не достигаете бесконечной выносливости, то вы просто сможете побольше там потянуться или отжаться. Не 30, не 40 раз, а 50, 60, 70. Ну, в теории, может, даже 80. Просто никто этим напрямую не занимается. Как бы все эти классические тренировки, там, на максимум повторений, они наоборот, как бы в быстрых мышечных волокнах убивают митохондрии. Идет перезакисление. Еще приятным бонусом идет увеличение общей выносливости. То есть, закисляются твои мышцы во время подхода или нет, это локальная выносливость именно самих этих мышц. А вот именно работа всего организма, восстановление, допустим, между подходами, да, то есть, там, пульс во время тренировки, да, там, дыхание во время тренировки, количество работы, в общем, которую ты можешь выполнить, за это отвечает общая выносливость. И вот она как раз-таки хорошо тренируется совместно именно с окислительными мышечными волокнами. То есть, идет развитие сердечно-сосудистой, да, там, кислородно-транспортной системы. Ну, это уже, как бы, тема для отдельного выпуска. Так что подписывайтесь и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!